У нас сегодня двойное Ради того, что вы, кто сидите дальше, не было между царкой сегодня достиг Нечто агулом царка и царка Назирать, как наша диаспора поменьшается Просто Деяки от нас не залезли Потому что вот тому памятники, кто заставались А указали выполненному, выбрали Грузию Мы будем жить тут Но святое, какое у нас сегодня двойное Сегодня соправдывалось 25-е середина года В багаж Хотя до сюда Хистающаяся дата И когда я открывала в Сироток 2 года тому Я подбирала дату именно под багаж У ты у кого-то было сунуто трошки А сегодня это ровно Я запросила Алену Ряшкевич Мы столько позже ее знаем Я помню, что я поддам Недавнишнему прозвищу Что никто не познает У нас ей часто бывают спрежки такие Науковые Потому что я за то, что традиция Мыслить быть живой Особливо у выгнания коллеги Мы живем Я много кому рассказывала Что моя семья жила Мой дед ехал в 17-е годы в Беларуси И много что не заховала Так я гвоздь была в Беларуси А много что адаптовал Но это дозволило нам Застаться беларусами Моя мать вернулася в свой час в Менск Жить И я протягиваю По множеству Алена С другого лагеря Треба заховывать так, как есть Архаичник Никак что все ведаем А кто не записал И того не мам Я просила вас Сегодня Алена будет рассказывать Про Восинские святы И про Бахач Я просила вас Принести из дома Некие зернятки Как мы Разробили Супольное Наш Бахач И я Долго думала Адаптовать Потому что у меня в Беларуси Была вторая ступа Как раз С дуба Как мы там Передавали У нее До князерни А Ух Да Конечно Разумеешь Не Ступа Конечно Прокинула Беларуси О Вот А тут Я думала И свеж Была Какая-нибудь история Скотана А Как долго Росла Мы Недавно Недавно В Польше Одна Инициатива Разробила Свечки А-ля Свечка Женщина Такого Финографичного Не было Но Свечку Я взяла Знаете Ты дурак Что ли Их не пустили Я снова В Польше Я вернулась В Польше Я Не ведаю Может быть Не жиданец Но Я люблю Попытовую магию Ну Такая Я правнушка Коваля И Поветухи У нас Никто Ничто не записывал Просто рассказывали Можно Понюхать Какая свечка С паком Дрова Такой Бирозовых Когда Захожется Дома Можно И Мы Запалим И Побыть Калиакамидом И Ты Набывала В Польше Да Я специально В Польше Привет Класс Да Класс Я Люблю Символизм Вот Если Вы захотите После Лекции Складите Огульное Насыпем Насыпем А сейчас Я передаю слово Олене Латарешкевич Фактористы Доктору Не Мне У меня Духовальная Танчинка Популярная Потому что Стракайте Я так Хотела Отпуститься Безумовно Не выступаю Зато Еще Заставалась Как Листья Зафиксовала Украинцев Конца 2019 Початку 2020 Ставодья Мне Сдаётся Рабитнику Творчость На основе Границ И все Что Треба Ведать Одну Своих Своих Миссий До Осень До Осень До Зимы Варто Одразу Сказать Белорусским Традиционным Календарем 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 Повледим Купаль Летнее Солнцестояние Календарем Зимовое Весновое Осеньское Ровноденство То Ровноденство Делится Год На два Пауколы Так Что Тут Зима А тут Лето Безумовно Казали 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 Традиционной Культурой Про весну И про осень Но Когда мы Завиваемся Такими Навуковыми Реконструкциями То Они Замыкают Землю Зиму То Котлитают Птушки Змеи Замыкают Замыкают Отличился Что До Инших Святых Святков Повинно Быть Преграмы Оля Начинается Озимы 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 Божья Перезимовать Тут Уже Это Отправление Багатья Трошку На той Сверх А тут На Отворот Земля Отмыкается Змеи Выползают Птушки Прилетают По всей Беларуси Поверить Что Да Благовещение Землю Вось Ну И тому Вось Такое Лето И Зима Бач На нашем Календаре Тут Я Бачу Некоторых Люди Присвечены Купалю Вось И Мы Плюс Минус Почнем Я Казала Про то Купалю Новая Дома Не по всей Беларуси Свята Летника Солнцестояния И Некоторые Рысы Могли Быть На Троицу На Такое Гуляние Вось Могли Быть И На Петра И Подавалось Это Середина Лета Например У Швеции Купали Завец Сомары Перекладается Середина Але Уже На Петра Можно Петра Наступая Петра Наступая 7 День Фактично 6 Упали 5 Уже Починаются Предметы Того Что Одно Святое Переход Осень Тут Я Выписала Розные Святое Ведают На память И Коли Мы Поглядим На Прибалки То Вось Мы Побачим Пришел Катрог Капал Листов Пришел Илья Опала Илья Робит Гниля Я Хотела Сказать Беларусь Беларусь Приказки Про Борис Пришел Борис Сыпающий Весь Лист Пришел Спас Киню Всех Нас Поглядите На кольки Пилеты Растягнуты Конец Червеня У Католиков День Петра Правда Святое Мы Бачили Приказки Один Восьм Концы Жнивня Могут Быть Переход По Межсезонам Растягнуты По часу Жниво Сегодня Беларусь Держава Ладит Часами На початку Костричника Водицина Жниво Починалось Часами Трошечку Ранее И Жнивня И Сканчивалось И Один Такого Урочистого Моменту Каля Вся Веска Зажинала Такого Моменту Звучайно Зажинки Держинки И Они Рабилися На поле Клавного Господара И Женщины Приходили Суседки Себровки Держинки Себровки Держинки Такого Не было Невескового Свято Такое Существом Выглядит Держинки Не только В Беларуси В Польше Есть Разные Свято Урожаи Бабы В Постсоциалистичных Но Они Мало Мают Таким Традиционным Святкованием Но Что Цекало Коли Старейшие люди Бабыли Плюс-минус Я уже писала Бабыли 20-30-х годов Народжения Уже зараз Коли едешь Экспедицию Бабыли 20-х годов Народжения Уже Наши Самые Старые Традиционную культуру Уже зараз Плюс-минус 30-х годов Бабыли Кажет Спивать Лето Лето Вось И Фактично В этот период Вернемся До нашего Пола Здесь Тут Петрог Пришел Петрог Переход Межсезонным Накладается Можно Сказать Весь Час Поступовый 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 Переход Лето До осени Хотя Часами Набыть Купали Еще Лето Вернемся Переход Размыт На все Зоны Ось И Так И Уласна Другую Полову Свято Калина Поглядит Уже Середине Плюс-минус Жнивня Спасы Починается Освячение Розных Продуктов Нового Урожая Тобак Накупались Эти Зелки Могут Святить 15-го Жнивня Католики Кажут Матка Божьей Мат Божьей В Поглядите Разностайность Просто Мед Изелки Кветки Полевые Кветки Садовые Что за угодно Бабули светленькие Урожая 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 Божьей Вернице Божьей 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 Непонач Божьей Они Попривыкали но вы с четырёх родных, когда уже залоньки разъезжались, то можно не тримать но уявите, сколько у всех двоюродных, троюродных и женских да, я еще там вам не могу сказать тому, а ты требуется, что я не знаю ну, самое легкое, как и место не усынь, в любое похование, хотя, не опушь, выбирай опушь, не стыдай ну, что за календарь али, слухайте, у нас же это самое было не веселье у нас не календарь мне календарь рассказывала, что могли ты день гулять календарю гулять? на веселье азначально не, календарь али, что было давно? даже в Мемске у нас в Сера-Пранце был дом, не такие, половины наркозовские а половина в основательском районе которые там, такие, открыли, открыли но соусоны на поховании на дом 9 подъездов все приходили им, ну, сказали, ой, а так же яхты там, на заходе люди живут на поховании, да и 3-5 человек приходят и в истории, как у нас сейчас бывают похования календарь это наши бабушки и тянули в ней они идут уйдешь дядькин моркови они идут померла мати сябра и они просто здесь потусить они на вас не бедали николи не башили это очень много не поможем и оно у нас в Белоруссии учитывались два раза в жизни один раз на веселье двое я не знаю я не знаю я не знаю а календарь это там муж там двоюродной тетти пятнадцатой саду ходили ж ходили я не знаю но я не знаю как бы принято было я не знаю я не знаю как бы я не знаю я не знаю вынести трубу не отчиневшие двери как люди сидящие по этих маленьких квартирах там не меньше жили коллективам это сдается я могу сказать как мне мои бабки рассказали мать из Минецкого района бабка с Червеня под Минской она сказала что там люди на уху не разумели что такое народные святы уже в семидесятые годы когда замуж выходит и они не видели ни купальни ни свежей нифига им это было все по барабану это Минская область Червень в Червене в Червене у меня тот самый досвид у меня так само у меня правда мать у меня на то родное по Батьковой линии а в плане со святами со святами и на ничего не везло кто сам посвеживает мы же вас в церкву разбулили там церкву на самом деле я себе больше поезду помню что они не ели подчерлены мы давали церкву переходим до доступного сайта бачим что тут светит уже морг появляется так хиба навык бульба там пакетчик только зараз зауважила ну это по кое сейчас свечать могли все что за угодно ваще розыграть ну что на 3 года гэтэй дата так 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 а ну что кого что самое главное в городе что напачится в башмедовый спанство за морковь а я уже символичненько пробачьте на графе ничего не может без символизма быть по символику морковки я сегодня не буду у нас пакетчик прошло вот дороже у нас светили на этой вось перший спас за счет светили то что зараз у нас называется амарант это такая рослина такого колера от моей супки и у нас она называлась Василька и вот я ей чемусть эту Васильку да завсёды светили миновито на и он же что не имеет слова некий маковей назывался маковей так вот я скажу что вот это мак василька вот это миновитый маковей можно сразу сказать что это походу он еще манцоборони 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 нет ну это у вас яблочный спас хлеб и яблоки освещали в церкве так и могли принести на бодилки могли принести на святые каменья в Маловольском районе объяснавали поверье про то что женщины когда помирали дети ну а калистина или поздно женщины помирали малые дети не могла съесть яблочко да спас ну иначе бог на этом свете не даст детенку погуляться яблочко вот чтобы ну можно из этих свят вот так иначе ну маркирую вот некий рубеж некий переход межсезонами вот и так само свято небо восельское так евангел 11 вересня конкретно в этой дымах звездки по госту Житковицкого района и там в этот день женили комин ну это уже имитация как бы комин в этом переважно на полесе была конструкция как бы зимку осветлять хату такая вот такая звучайная труба из тканины обмазанной глиной тут как бы ну патончик на яким лучину щипали смолистую и вот она светляла хату пока не было электричности и вот эта свято она позначала переход так само как бы от полевых до хатних прац вот ну и светили значит комину привоживали такого как молодого жениха вот и женили нужно таки питание с кем же женили это комин ну и все эти песни что праца наша делка гарненька полепить комина раденька ну альбомы бачу что на этом фотосдинку напрыхлад упривоженная печь ну может быть комин он как бы выводит дым как бы печь выводит дым вот она там меж собой может быть женятся ну и вот как комина женили тут наставал сезон хатних прац и как бы ну все как бы человек оно перемещалось с поля в хату и таким чином так само как бы стеснялся в этот переход так вы не забегались на головосек вот у нас летелось что этот день не крепкое свято алиния не прожидает но я не 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 А либо нерго ничего, что вот моя форма головы, ну, потому что вот и оно, значит, отсекли головой, значит, вот таким чином больше щекотуем или зарезаем, вот такие клубненькие, круглые, по-разному. И, ну, я не часто, даже, предметы, как бы, сострыкаются. И вот такие выглядим, вот таким, что здесь можно, здесь нерго, а здесь, как бы, может быть, нам вот и треба. Ну, и, звичайно, лечится, что как-то раскрытие подоговорю, что, ну, это свечит про то, что просто это живая традиция и, как бы, ну, вот люди интерпретуются, и, правда, как бы, находятся вот уже в обытовании. Я памятаю особливо стрихчуся, заборонена. Стрихчуся на головах щека. Ну, вот все вот предметы вокруг головы, неким чином, так. Я просто подрихтовала кавалок виды. Я вот думаю, может быть, я его покажу трошку позднее, поколь вообще меня так слухается, ну, когда болтаю. А можно по переднему слайде? Так. Там было про яблочко и про детей. А почему вот эта корреляция? Что тут я как-то не знаю? Это, как бы, яблоки светили на яблочный спас. Вот так. И вот этот яблочный спас, он так само выступал таким календарным рубежом. А то бы, когда вот была такая, ну, предмета, заборона, что матуле нервы есть и яблоки до яблочного спаса, и наш бог на этом свете не даст ее по мертвому деценку погуляться с яблочком. То бы, как это, ну, такие вот... Это у кого дети померлые были? Да, у кого были померлые малые дети. И все равно, христина, не христина. Головно, что малые, вот, поколь дитя еще обугуляется, и вот, он на этом свете живее. Вот, батя повиня, приобретает бать. Оказали, что как здесь есть, и бог дал там дитенку, и есть интерпретации, как там просто там было, что пить есть, и типа пить воды. Вот такого сенсу. Ну, сенс еще таки биологичный, что, звичайно, до этого спаса поспевают только самые ранние яблоки, это там, например, белый налит и другие сорты. То есть это не то же самое, что там этих яблок завалится, а та женщина сидит терпит. Вот, а уже на это свято непосредственно начинают спеть те яблоки, которые мы называем поздневлетними, те восемьскими, такие уже червоненькие, друженькие, те, которые, ну, больше дома не псуются. Ну, и тому это не то, как бы, вот моя бабуля, до речи, соблюдала вот эту штуку, и это не то, как бы такое уже было совсем некое такое, как это сказать, ну, страдание человека, да? Ну, такое было. А, видишь, такое особое нестрадание, тому же женщины лечили белый налил самый смачный яблок. Да, 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 да. Ну, тому, что не достанется, не более. Ну, да, звичайно, он уже отдыхает. В принципе, то отношение серьезное. Чему лечили, что отдыхают яблоки уже? Ну, тому, что, коли ты не можешь, да, с яблочного спаса съесть яблок, а белый налил, и он весь уже сгнил до яблочного спаса. То такое, мара, какая тебе никогда не доступная. Такие же яблоки поздние. Да, 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 да. Когда женщина помирали дети, вот она шакала. Какой можно будет сгниться. Ну, если у нас на колёжные яблоки пошли, то их уже и на могилу, и на проще, как тут у крыминцы в Лагойском районе, вот. Ну, только это вот, ну, червовый календарный рубеж, или вот червовая партия урожая поспевая, вот он такой насыщенный поверьем этот день. Вот, ну, мы так вообще-то еще вернемся, там у меня будет на слайде. Олег, ты родин вот у вас надо нашего богача. Богач, цветковающая, ну, уже по теперешнему стиле двадцать первого вересня, ранее восьмого, ну, и, например, ковал еще ровненько до швято восьминского равноденства, ну, хотя равноденство так само может плавать, что ли это сдается двадцать другого вересня. Не-не, я тебе скажу, я физик. Астрономичный. Поглуши, седьмого. Поглуши, я вот глупсила. Да, глупсили. Я глупсила, раз погружу. У меня написали равноденство двадцать другого, а ли, а ли, какая, все артикулы прям благодаря читать, а ли день, коли ночь ровный дню, там, все, у все лета это десять филе, двадцать пятого. Ага. Ну, то бог равноденство говорить двадцать другого, а ли нас обреш, день ровный ночь двадцать пятого. Ну, вот, цикаво. Ну, вот. Ну, и, в целом, это вот классное святое равноденство. А ли белорусским традиционным календарем есть большая святое символика равноденства. Я расскажу про это трошечку позднее. А ли я расскажу про богатство, а ли про богатство. Ну, потому что сегодня вот он воспринимается как такое обыдно белорусское национальное святое, хотя, ну, реально, вот там, в Украинцах девятнадцатого столетия, верьми так кропко записывали про его згадки. Далее крышечку расскажу чему. Ну, и, власне, про нас без святое, как вы бачите, вельми шмат вариантов. Как бы такие уже христианизованные варианты в субвязи с днем народжения Мати Божией. Так, ну, и лечится так само, что вообще, ну, под каляды, каляды церковные, ну, христианские каляды пристосовали под себе больше, ну, раньше, до христианские, до христианских свято, ну, зимового солнцеворота. Так, и тут вообще, да, бочинского свято, бочинского равноденства пристосовалось и святое народжение Богородицы. Ну, потому что Марка Боскова вот аккуратно отказывает за урожай, как бы, ну, таким христианским явлением. Ну, и тут, как бы, выписывала из разных часток Беларуси назви свято. И, ну, как бы, такой огульная картина, вот, святкование богача, характерное для всей Беларуси, ну, как бы, фактично, не на. Как я сказала, что у поздних записах сустрекается назвав богач, и возподобная к штату богатник, богатуха, первоважно у заходной Беларуси и у полновой и у сходней части центральной Беларуси, да, только у Грозенщина и частка Минщина. Али есть так само у записах, например, от Никифоровского из Витебщины, именно вид из назвы богач, по знаку про то, что женщины в этот день ходили по дневной поле, и казали, значит, сахай будзелен, таки ж долгие, как мы прошли. Вот. Али уже у сущастных записах на Витебщине назвы такой не фиксуется. Вот. Ну, и некоторые обыклумачены, чему он богач, там, что всяко богата, что восемь богатая. Вот. И, ну, у вас на такого, вось, минавитое святкование, ну, где-неде расповедают, что это было такое застолье, что, вось, все, что собрали урожай, еще ставили на стол. Али, как бы, ну, далеко не ущуды. Где-неде вот оно было просто вот присвятком, як то и ванглала, вообще, как бы, ну, некое святое, такое, не вельми значное. Вот. Али, вось, у слудским повете, слудским повете, казали, что, да некое святое богатник, чтобы их заправдывали, чили, что это святое великое. На большинстве территории Беларуси вам скажут, что великие святое, это для вигде, коляды, ну, навык вчераство, ну, и Троицу. Все, остальные, это, там, святое поменьше, либо присвятки, а вот, ну, великих святое мне так и шмат. Вот у слудским повете великое святое богатник. Вот так. И, да, классно, кажучи про тое, что это святое у Гонор Богородицы уже в христианском календаре, и разом с нашими святами у Гонор Богородицы, она вот утворает такую трияду за шпением, с покровами. Вот. И, гэто, опошний день, який, вось, у прыгасках, у прималках, який, дароча, наиболее фиксавал, а лесь Юрьевич Лосква, тут, кому ж тьма быть знайомы, вось, опошний раз, в этих прималках заявлялось, что гэто пероход от лета до восемь. Тобок, другий святок, ну, святок, это одна из назвал богача, уже восемь, браток. Ну, и все, как бы, далее, уже, в общем, было наполнено заразумело, что гэто восемь не треба было отлумачить. Ну, и, власно, как мы сегодня святкуем богач? Как бы, вернусь мать тексту, власно, адзинная ее с классичной описанне богача за гуминского повету 1895-ый год, Адам Багданович, батька поэта Максима, власно, гуминский повет, он был великий. Там участка сучасного Червенского района, и Кличовского, и там, по-моему, Узинского кавалычек, и то, как он великий. И неведомая, где он гэто записал, хучай зашел гэто таки любну сборный в образ с той местовости. Вот, и, власно, вось, по этому описанне, большинство частных святок богача, власно, кажут, челайццы. Ну, я бы так трошечку скоротила, там, можно почитать, как бы, когда захочется, как бы, там, бовный вариант, что вот, когда святковалось, варианты, назвы. Ну, я пропоную, как тут, не одна я разговаривала, может быть, кто-нибудь хочет обучить весь текст. Людмой прочитаем. Не, ну, прочитайте у волос. Главную роль, главную роль у образа этого свята края богач, а не богатца. Это лупка, ржим с поставленной ее восковой свечкой. Это для тех, кто слухает нас, для детей в Инстаграме. Багаж стоит на протягу целых ухода в доме, страховых господара, у червона куте под образами. В этот день святка запаливается, запрашается святка, как отбылась инша, якая отбывается на ряду в этом доме, где стоит багаж. После господара, вслед за святером, несет багаж в наступный двор, где их сестрахают господары. Для встречи, накрываясь на дворы стол, покрытый белым обрусом, где у стрельба на лупке и ржи, жита, яшменя, пшеницы, а льва иншого хлеба. Багаж ставится на столе до хлебов, где коротенькая инша, молебен святера, и у всех, кто его сопровождает, запрашается у хады для чистования. А багаж ставится на попуте. И так и выходит по черзе у себя домы, зерновых хлеб, сестра, и где на церковь. Ну так. На другий конец села сканяется все быдло, и тогда выходит все дворы, то обносит багаж в окол быдла. После этого относится его дом до черговых господара, где остается на целый год. И кажется, что он приносит у дом богатые счастья. У некоторых местовостях жита и возле богача сбирали за все вёски, и подменяли только тогда, когда богат по черзе обойдет всю вёску, альбо ж, когда свечка сгорит. А в других местовостях жита и свечка что вы отменяли за черговым господаром, что жита для этого вымолвалась с первого, который наказал пролепие, да, про зажинки, зажиночных снуков. Вот. И альбо, вот, подмененное это богачовое жито смешивалось со звичайным и сеялось. Как свежий нарисовался, то была огульная вечера у всех удельников с особенными песнями, подобными до житков. Вот. Вертающийся до свечек желанец. Вот мне сдаётся, что когда человек, вот ведая матчастку, ведаешь творчество писания богача, хочет провести некий мастер-класс по свечкам, он подумает, ага, наносишь богач. Дай-ка я это продам, как сука не свечек до богача, а не неких там свечек желанец. Если так, ага, это ж сука ли там нагромница, дай-ка я вот сберу группу нагромничные свечки. То что ж такое? Ну так. Это для ты, кто был на початку. На початку, глядите, когда я просила вас принести от себе какое-нибудь любое зернее, то, фактично, я так само собрала из розовых вариантов, с того, что я видала, я, ну, моноидно, графично, эти кауны с этой ляльки обрадовая, и были мастер-класси, где сбирали там, светковали, но у мяшечек, ну, шили, есть лялька, такая зерновушка, и называли багаж эту ляльку, фактично, это прохожий сшитый мяшечек зерном, який заховали за червоном, там, заобразами, и коли был новый дом, то с этими, восьминавитно с гэтым багачом, с мяшечка, у новый дом обсеивали, восьмин, мы отримали новую хаду, то мой дед приехал с одного, два машины, то енусь, восьминавитно обсеивал нашу хаду, ну, хотя, прохожеть, конечно, ставить у кошек, улыбочку, ну, до такой, что традиции, все равно живут. Ну, в основном взгляд, описание Богдановича, оно такое, самое полное, самое годовное, ты уже сказала, что тут не полный вариант, а остальные, там, один-два сказа, ну, например, то есть, там, звезды с Гродничной, так само, с 19-го, еще с того, что тот, что давал зарезать, в этот день барана, тому, это, значит, барана, порвел волк, вот, ну, было, такое, что, это, вот, наполнено, ладзи, великое застолье, ну, например, досвечек, Дмитрий Скворчевский, он скажет, что, ну, не обовязково привязываться, вот, как и назван богач, можно поглядеть, как бы, на свято зынши, называют, и он, посылается на свои полевые записи, с полночно-законней Беларуси, там было свято на вина, и вот, фактично, это такое, сято урожай, богатый сложный, того, что наросло, ну, и, так, экологично, это, может быть, тоже богач, али, в верхнем виничном описании, вот, про свечку, власно, вы не знаете, и, так, забыла, какой у меня порядок слайдов, ага, ну, ладно, и в конце еще скажу, откуда могла взяться, эта свечка, может, по версии Смитра Скворчевского, ну, вы бачите, например, такое описание богача, я уже сама прочитала, в этом часу, заканчиваются полевые работы, особенно, все оба, ну, в смысле, все оба зимых, почему и складывалось у беларусов, приемовка богачки, да и рогачи, загороды прочих, это осеннее свято, хлопцы выглядают девочаю, девчата знакомятся с хлопцами, все-таки, дыкунки распытывают, пратуются, иншуют девченам, девчата купляют червои на отпуске, патерки чекают жеников, на которых, в приходах, веселья бывают, переважно, в осень, каленному посту, вот, ну, тут описание, в них, святкование, никакой врачистости, ну, не бачу, вот, в этом плане, у нас уникальное, вот, ну, и ее звездки, про то, что это дельно, саблево католики, в заходной Беларуси, святили зерни, во всяком православном, нахлебный спас, ну, и вот, у нас, да, есть еще, так само поздние записи, ну, сейчас, в 90-х годах, что, из этого зарезанного барана, в заходной Беларуси, не просто, как бы, резали на стол, как бы, заховать обволку, а еще, вот, освещали. Так, ну, так, видите, что, вот, все, ну, довольно агульная, по всей Беларуси, вот, для тех, кто не был на попередней серии, прокупали, там, мы разговляли про то, что обрадовая частка, она агульная для все Украины, розница песни, розница напевы, а вот, богач, когда почать шукать, ну, не дошукаешься саблево, мастерница, которая наиболее занималась, так само, вельми разностайная, по всей Беларуси. Ну, вот что ли, там, началась, значит, такое описание, никого богача, у Беларусском Державном Музее Народной Архитектуры и Побыту, снова же таки, у меня, выкликает великое питание, те, это вот еще, клубные работники, списали у Богдановича, те, у них саправдывость, не так святковали, потому что, ну, Октябрьский район, у Сходня Полесья, у них были расположены святы переноса свечи, я просто хвилинку скажу, какое это мое дочинение до богача, и это, я бы, врач еще, особой культуры, пусть это описание, святкование богача, ну, могло, как бы, уписываться, али, меня терпают смутно, сомнивая, и, калек, я была в Беларуси, я, по-моему, туда поехала, пораспытала, али, ну, не март, по какой-то такой мартимости, али, еще для истории зафиксована, проверим, все вернемся и проверим, ну, надо бы запросить, двор человек или ты, в октябрьском районе, на День культуры, у нас в Батуми тут проезжали, с крупок подается, их ли это, гнобили, еще ли это так само, ну, так они не скажут, мы не боялись, они не скажут, вы нас гнобили два партия за банк, так треба не тыми, не тыми, кто гнобил, а и другим людям запросить, кому? я вот читаю и думаю, когда вы лечите, что, например, наша заходная болезнь, это хуторание, большей часткой, это, в принципе, не может там быть, ну, тут у сходня, октябрьский, это больше у сходня, и там, наверное, это обрады переносы свечи, чтобы люди собирали все, и доской где-то, так, а вот это то, что-то, вы не понимаете, которая вот так вот натикает, и мы про это расскажем, я про это расскажу, расскажу, русские, русские, русские были маленькие, поводят, просто, мы не хотели сгонять у участников. У меня вот, якое великое питание, это, 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 вот, я не знаю, у меня вот ассоциация, просто вот записание в Богданович, а то вся, когда там, студенты, например, сбирают фольклорную практику отбывают, и им так, ну не ведь бы хочется, что-то саправдизбирать, переписывать в книжах, что-то там поправить, и это вы даете, как бы за собранным полевым материалом, вот, ну, не хочу, там, никого ни в чем обиновачивать, а вот я съездила, поговорила, там, с людьми, полутора, и проверила. про гармонист, то есть, ну, так, нет, мог там быть гармонист, позднее, ну, танец, танец, вот, да, ласна, богачи святы переносы свечи, снова же таки, першим в эту думку выказывал Змитер Стварчевский, доследчик мифологии календаря Дублико, про то, что вот это описание богача у Богдановича, оно, верно, подобно до обрада переносы свечи, вы бы поискали такие вот комплекс, частей звучит с великой свечки, образа, вот, где нигде уже могла свечка возникнуть, застаться только образ, либо некие там сопровожальные предметы, крыжи, рушники, изготовил весь комплекс, и он заковывался у одной хати вот, и потом на некое календарное свято переносывся у наступную хату, ну, а либо не у наступной, как бы не по порядку, а просто как бы у иншую хату, и это справден урочистить в колене все вёски, то принався в улице, на какой заковывается эта свеча, потому что вёс вёски этих свеч ходит некольки, по одной улице, например, на Юрия её переносит, по другой на Михайло, вот, уделяется ещё в Борисовском районе такое было, там вовле, кажется, было 12 свечек, на 12 пошёл, вот это до питания хуторов, вот, могло так, что, как бы, ну, свечайку переносили на одну и ту же свято, вот, в этот комплекс могло уходить некольки в одну и ту же вёс, например, на Микола, у нас в Кричевском районе, в Новой Слободце, вот, и высота и описание Богдановича, оно, наверное, подобное, потому что, верьми часто, вот, в эту свечуе виновиты уже поставили, вось, виновиты, вот, врачи, ну, уже святера запрошали, там, служил молитвен, вось, ухать откуда переносили, в эту свечуе в эту свечуе несли по улице, или нечто хвировали, могли приносить сборжа, могли приносить некий текстиль, могли пасмую, ну, просто, вот, об Терпанова уже, очищенного, постриться, принести, как бы, хвировать таким чином, и потом, это все речь, они, ну, частично, все уже, у нас сейчас, конечно, передавались на церковь, не заховывались, вот, 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 вось, ну, как бы, ну, не моя уже таки думка, мне сдается, что довольно сложно, что, если это богаче, он, ну, целко мог быть, просто, такой свечой, и в этой обрады переносу свечей, мы могли примирковываться до разных святок, как бы, на любое, фактично, календарное свято, в Белоруси можно найти какую-нибудь свечу, и на Ростово, и на весновые святы, вот, в осень, ушматых свеч переносили, в гробницы, так, на разные-розные святы, ну, первоважно, это усходная Беларусь, там, могилевшина, гомельшина, чему, это описание с октябрьского района, все-таки, у меня выкликает частковый довер, вот, так само, полночная заходная частка Миншина, это, вот, Мязельский район, вот, так само, там зафиксованы перенос свечей, и еще нападляши, это район в усходне Польша, кем я жусь в Беларуси, где живут этничные беларусы, так само, свечи на западнем Польши, верно, пробковали, ну, записанные, известные по-таке, звучит об окно, интерпретуют, звичайно, их по-розному, альбо, там, хать не агмень, альбо, в этой свечи, альбо, такие символ супольности, часто записываются подания, легенды, что, у кого-то, что-то сдарилось, вот, человек таким чином, зарабил оброк, купил образ, и, вот, пищал, передавая здесь все свои весы, альбо, ладить такое застолье, что, вот, наклонное свято, вот, ну, разные версии похожи, у нее есть такая историчная версия, что, это может быть в усходной Беларуси, калю часы Рачи Посполитой, зачиняли православные церквы, альбо, потом уже коммунистичные часы зачиняли церквы, люди, вот, забирали домов этой святыни, таким чином, вот, ну, отрымливали свою прихильность до крестьянства, ну, это был шмат разных версий, ну, а, так, еще есть версия про то, что, вот, это суканье, это сукольные свечи, это сукольные святкования у братчан пчеловодов, вот, ну, мне здаецца, что, ну, все, это суканье, они один на одно накладаются, мог целиком быть сенс, спачатку один, потом меньше у этих свечок, этих комплексов сакрайных, ну, власне кажучи, довольно цикаво, как они перевыкаются за писанием Багачау Богдановича, правда, вот, ну, это уже казалось, как мы сегодня святковым багаж, для нас это что, мне здаецца, вот, свято урожаю, свято восенского равноденства, нижнейшим, ну, с такой же символикой замыкания земли, ну, уже символикой восенского равноденства, есть и иншие святые, ну, и проженец Букомина, я уже трошечку раз погадала, я думаю, что вот, зараз, аккурат, сейчас вам показать видео, как бы не слухали только меня, я сейчас скажу, что я для тебе сделаю вашу фоточку, доброе на память, никто не супер, я не буду никуда, хочу снова участвовать, могу со спины скоткнуть, ну, и со спины так само, вот, только для справа сдачи, я вам расскажу, так, вы оплатили дорогу, а, окей, да, да, ты ж не пужай, все белорусы, так, я вам покажу, я с первого, я хотела так само, сходить просто, как для себя память, как для себя, на червовую серию, я вам покажу вам фильм, «Кола часу», это фильм, где выступал консультантом, Ревина Станиславовна Хамзович, экспертка, материальная и культурная спадочная, дякую Богу, живая, живе в Менску, вот, и там записаны вёскоповоз Тажитковицкого района, вот, за какой была фоточка, правыла во всех, вот, ну, и там, как я уже сказала, не было уже, гэта, 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 ну, имитация, просто, гэта, 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 сдается с дымалю, ну, в 2014 году, я правда, малышу кумылиньца, ну, там, там захованьицца, влаху, на гэта троцыц, Катерина Алексеевна Пончане, вот она, жаль, бэтэ, мэрл, но я справа живе, брат Юлья, каравода на Юлия 6 мая, усеунеся на Успи, материальная культурная спадщина, Беларуси, и унесена Успи, ЮНЭСПО, материальная спадщина, И грамм шейтеров. 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 У нас уже повышен кывлялих. У нас уже в лесе клетки. У нас осталось снег сошло. У нас снег уже не сошло. приезжать на экскурсию в Менске, в Полоце. Это был красивый. Мы просто в шортах приехали. Мы собрались ахляры Лукашенко с Кагамику про клочок земли. Я уже не раз сказала, что основным занималась обучение Масленицы. И когда мы смотрели на свято, то на полночь, это уже муканье весны, суцельное, а на полночь похование дедов в городовском районе, то когда зима то не только закончилась. Ну и перед лекцией мы разговаривали про колоды, приклады, ковалок древа, кем прикладали могилы. Мы часто это делали именно на одну из датов осенских дедов. Необыкновенно это дмитровские деды, которые в Беларуси в 1992-1995 году были державным святом. Но некая дата, некие деды перед неким осенским святом. И часто лечилось, что да, человек помёртым, земля, значит, повинна сесть, но теперь, не знаю, часто помнят ставить больше-меньше на год. Но были традиционно такие повели, что миновиты на осенские деды. Зараз это, ну и на Великдзень часами. Ну это бы как это всё равно некий календарный рубеж, але вот, ну вот, есть и такие повыкосенские деды. Коли, да, повинна быть могила упорядкованная, не больше кушанная ванная. Ну а льва пост, початок перед калядного посту, он уже позначал конец веселья, потому что пост не жадилися. Зачем у православных этот пост он таки более жёрсткий, чем у католика. Ну у католика адвенту таки маю, мне здаётся, больше чем более почекание свята, такую светлую, так. А у православных, как бы, и перед калядерным постом, перед Великодным постом, они, мне здаётся, мают плюс-минус однольковую значность. Ну и вот у вас, значит, закончились ещё гуляния, веселья, и вот уже, да, заправды, ну, начинается такая зима-зима. Вот. Ага, всё. А это был мой оплошный слайд. Что я вам дякую за увагу, вот ещё и чекаю питание. Ну, а брат, перед калядным постом, кота Пятши, мы сколько разов ездили, с Кирмом там. А, так, 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 так. И у нас, ну, вот это Пятши кота, так, и он, альбо перед калядным постом, так, альбо перед Великодным, там, как бы, перед Великодным, там, как бы, перед Великодным постом. Ну, то, как так, так. Как-то иначе, что завершалось, это перед, когда можно себе гулять, есть и танчивать. И вот, ну, как бы, как человеку, может быть, не так суммно, как бы, вот, востил посты, вот, ну, поозменить свой настроен, больше таки стриманное. Уже, да. Кота не вставила бы, сама не была, не мая у вас на сделку, так что уже выросла. Цикаво, да. А вот эти, все святые, они, как бы, таки, святые один-девки, а они протягли на них? Ну, вот, конкретно, в этой осень, звичайно, по одни дни. У нас, как бы, звичайно, три дня была бы, в третий день, в третий день была бы, троиться. Вот, как бы, на другую день троится, на третий день дверейка дня, и это, как бы, ну, все еще традиционные дни, когда есть, ну, ну, працывают запороненные, вот, такие, ну, и, ну, это, собственно, что такое с ужасным уявление, что святых, вот, один день. Как бы, ну, ну, а традиционно, как бы, да, ты можешь собейками на там, комедике, И вот это все переходы календарные, ну, бачится, да, не размазанные. Сегодня восемь, завтра зима. Коли вы принесли и хотите класть салфутную пакашечку, можно даже насыпать. Что пришел позднее, я рассказывала, что у нас, покольки мы, конечно, у всех провожаем собро у Польши, то я с Польши привезла свечку, якая пахнет домом, древом, такой ладненький, камина можно понюхать, и у нас будет не висковая свечка, я, конечно, пахом, дегтя, и коли вам станет вельми сумно, то можно прийти у оксиродок взять альбо агульного... Тут гали сумно дегач нюхать. Запарить свечечку агульную и посидеть каля генчика. А зараз можно накрывать агульный стол, запрашаем долушаться. А те, кто нас глядит в записи, то, как сами, долучайтесь, подыхайте, альбо богатее вам.